Крылатой фразе «Моя, твоя, не понимай» подрезают крылья. Работающим у нас иностранцам придется понимать и даже доказывать свои знания по основам законодательства, истории России и русскому языку. Я не больная. А вы не говорите по-русски? Да, да, я не могу. Сейчас давать экзамены приходится только тем, кто получает гражданство, и только по-русскому. Тесты проводят в БГПУ и ОМГУ. Будущие граждане доказывают знания грамматики, лексики, понимания прочитанного и услышанного. Вот что касается письма, например, заполнить анкету. Вам необходимо заполнить анкету для получения гражданства Российской Федерации. Написать имя, фамилию, число, заполнение, год и число, месяц рождения. То есть все элементарные вопросы, к которым мы привыкаем с детства. Тестирование платное – более 5000 рублей. Платить за экзамены иностранных работников, скорее всего, придется самим работодателям. В поисках потенциальных студентов-мигрантов с элементарным типовым тестом по русскому языку мы отправились на один из мини-рынков. Это тест по русскому языку. Очень легкий. Давай попробуем. Нужно вставить слово. Где ты был? Откуда ты был? Куда ты был? Какой? Вот это. Этот или этот? Вот это. Откуда ты был, да? Маша и Лена часто читаем такие. Дима будет врачом. А Иван – юристом. Я всегда смотрю новости телевизору на телевизору. Вы пойдете в театр с автобусом, на автобус, на автобус. Это правильно, с автобусом. Дима будет врачом, Иван – юристом. Но Иван – юристом. И Иван – юристом. А Иван – юристом. Какой правильный вариант? И Иван – юристом. На телевизору, по телевизору, в телевизору, по телевизору. Это очень большой. Это очень большой окно. Мой родитель. Мой родитель. Без единой ошибки на вопросы теста ответил только один человек. Китаец Паша. В России уже четвертый год. Остальные на чем-нибудь доспоткнулись. А ведь отвечать придется еще и на вопросы по истории и основам законодательства. Должены прописать и определить, какие либо учебные заведения, либо специализированные создадут структуры, которые будут осуществлять прием, либо лицензирование данной категории иностранных граждан по знанию русского языка, по знанию истории государства российского. Если такие экзамены обяжут сдавать всех мигрантов, даже тех, кто уже работает в России, кандидаты на пересдачу уже точно есть. Я была не девушка, а я был с меня языком не лучше. Ольга Канюшкина, Александр Рассказов, Альфа Новости.